Всем привет! Сегодня вы узнаете, что делать, если желтеют листья огурцов, как не допустить пожелтения и исправить ситуацию, если она уже случилась. Пожелтение листьев на огурцах может свидетельствовать как о недостатке питания, так и наличии различных заболеваний. Мы разберем сегодня все подробно, как это пожелтение может проявляться и как его лечить, как исправить, чем подкормить огурцы. Начнем с недостатка питания. Если вы заметили, что самые молоденькие листочки огурцов начинают желтеть, осветляться, но жилки при этом остаются зелеными. Это говорит о том, что огурцам не хватает железа, проявился железный хлороз на листьях. Исправить ситуацию можно подкормкой хелатом железа. Хелат железа можно приготовить самостоятельно, взять железный купорос, лимонную кислоту и сделать раствор для подкормки. На нашем канале уже много роликов с подробными рецептами. Можно купить уже готовое удобрение в хелатной форме и сделать обработочку по листу. Хелатом железа нужно обрабатывать огурцы по листьям. Раз в неделю подкормку по листу сделать, и обычно хватает двух-трех таких подкормок, чтобы устранить этот недостаток питания. Кроме железа огурцам может не хватать и других макро- и микроэлементов. Например, если вы заметили, что желтеют самые нижние листья, причем желтеют и жилки, и сам лист, листья становятся полностью. Желтые могут отмирать, засыхать. А остальные листики, даже молодые, такого бледно-зеленого цвета, рост растения затормаживается, уменьшается количество плодов. Это говорит о недостатке азота. Азот очень важен для огурцов. Это культура, которая очень требовательна к азотному питанию. Поэтому при посадке огурцов очень важно вносить много органики, перепревшего компоста, перепревшего навоза. В этом случае огурцы будут получать все самое необходимое. Но если случилось так, что у вас проявился дефицит азота, огурцам нужна азотная подкормка. Для подкормки можете использовать синтезированные удобрения азотные, например, карбамид, либо аммиачную селитру. Берете одну столовую ложку удобрения на 10 литров воды и из леечки подкармливаете ваши огурчики. Кто не хочет применять этих удобрений, можно использовать натуральные. Например, подкормить огурцы компостным чаем, либо бродиловкой из травы. А можно настоем навоза, либо куриного помета. И огурцы получат необходимый азот, быстро тронутся в рост и порадуют вас урожаем. Еще один случай, когда огурцы могут желтеть, это когда на нижних листьях желтеет межжилковое пространство. Листья выглядят такими крапчатыми, но жилки при этом остаются зелеными. Это недостаток магния. Магний также очень важен для огурцов. Без него невозможно полноценное плодоношение. Чтобы устранить недостаток магния, огурцы достаточно подкормить сульфатом магния. Одну чайную ложку удобрения растворите в 10 литрах воды и подкормите ваши огурцы. Ну и одна из самых частых проблем огурцов – это недостаток калия. Недостаток калия достаточно легко распознать. Если на более взрослых, старых листьях по краю листа вы увидели желтую каемочку, затем эта каемка начинает подсыхать, появляется краевой ожог. На этих же листьях могут появляться некротические пятна усыхающие. Это говорит о недостатке калия. Калий для огурцов также очень и очень важен, потому что от калия зависит полноценное плодоношение. При недостатке калия еще огурцы растут скрюченными, кривыми, крючками такими. Очень часто снижается урожайность. Зависть может засыхать, желтеть и опадать. Если у вас такая картина произошла, срочно подкормите огурцы калийными удобрениями. Чем лучше всего подкормить? Лучше всего подкармливать монофосфатом калия, либо сульфатом калия. Одну столовую ложку удобрения на 10 литров воды и подкормить ваши огурцы. Если не хотите использовать такие удобрения покупные, можно использовать древесную золу. Берем сухую золу и подсыпаем наши огурчики, поливаем водой. И огурцы получат необходимый калий. Правда, будьте внимательны, что при использовании золы усвоение калий не идет очень быстро. Вот такие удобрения покупные, они действуют гораздо быстрее. Огурцы очень быстро получают необходимый элемент питания. Еще одна причина пожелтения листьев – это заболевание, особенно пероноспороз. Если вы увидели, что на всех листьях, и на молодых, и на старых, появляются желтые пятнышки, листья выглядят крапчатыми, хлоротичными, начинают засыхать – это пероноспороз. Заболевание очень опасно. Огурцы и вовсе могут зачахнуть, погибнуть и не дать урожая. Поэтому уже на стадии рассады, либо когда уже огурчики начинают зацветать в открытом грунте, да и в теплице везде это заболевание может быть, нужно делать профилактические обработки в обязательном порядке, чтобы не допустить это заболевание. Лучше всего использовать препараты на основе триходермы и лесенной палочки. И каждые две недели проводить обработку по листу. Значит, есть вот такой препарат у меня в руках «Растим овощи» называется. Этот препарат можно использовать для любых культур. Неважно, это огурцы, кабачки, тыквы, томаты, в теплице, в открытом грунте. Он для всех подходит. Этим препаратом нужно обрабатывать огурчики по листьям. Значит, готовим водный раствор и в вечернее время, когда нет палящего солнца, проводим обработку. И все, ваши огурцы будут защищены от заболеваний. Но если заболевание уже на листьях проявилось, вы увидели вот эти желтые пятнышки, то биопрепараты не всегда могут помочь. Возможно, придется применять уже и химические фунгициды. Поэтому заболевание легче не допустить, чем потом лечить. Особенно в период сбора урожая. Уже многие фунгициды химические пойдут во вред, потому что все эти вещества накапливаются в плодах, в урожай. И все это не идет на благо для вашего здоровья. Поэтому делайте обязательно профилактические обработочки. И ваши огурцы будут хорошими, здоровыми и дадут отличный урожай. Обязательно проверяйте состояние ваших огурцов. Обращайте внимание на листья. Смотрите симптоматику и исправляйте быстро ситуацию, если что-то плохое с огурцами произошло. Иначе вы можете потерять весь урожай. На этом все. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok